Ну что ж, друзья, мы продолжаем нашу экскурсию по музею космоса, расположенному на ВДНХ. Мне предоставили такую возможность. И сейчас мы реально зайдем в макет космической станции МИР. Блин, ну они, по крайней мере, существуют. Я могу вам сказать, что это точно не просто какая-то виртуальная модель, а действительно я нахожусь в этом месте. И сейчас я попробую оценить размеры, как космонавты себя чувствуют там внутри. Но мне это очень интересно. Сейчас я перемещусь. Я просто буду показывать вам последовательно. Вот, допустим, начало станции, потом стеклянная поверхность. Может быть, они могли смотреть на Землю через нее. Так, ну до конца. А тут как? Можешь зайти, вот так пройти, и потом с той стороны выход получается. Там сейчас реконструкция, можно только зайти в этот модуль. Только в этот модуль, да. Ну что, заходим реально в модуль МИР. Космический модуль МИР, который создан был для космонавтов. Блин, ну потолки низкие. Сейчас я переведу камеру на себя. Вот я нахожусь, смотрите, потолок достаточно низкий. Ну вот буквально я здесь. Блин, ну получается, я стал таким же космонавтом. То есть вся вот эта станция, она летает где-то там. Приборы, датчики нашей Советской СССРовской станции. Интересно, странно. Сейчас я камеру переведу, мы еще подумаем. Ну, не знаю, что здесь именно происходило. Множество приборов, кнопочек. Но опять же, надо, понимаете, надо еще, чтобы быть космонавтом, надо запомнить, для чего каждый из этих кнопочек служит. И вот эта вот махина, вот эта бадора, как раз была где-то там в космосе. Так, а туда не только снаружи я смогу посмотреть, да? Ту часть я только вот там, снаружи смогу посмотреть. Да, там еще с той стороны есть такой же модуль. А, подойти. А он похожий, а внутрь зайти можно? Да, только с той стены. С той стены обойти надо, я понял. Но все равно, очень важно, очень важно. Но меня, конечно, впечатляют все эти конструкции. То есть, ну я могу вам сказать одно, что они, по крайней мере, существуют. Как им долететь туда? Да, ну, запустить их можно, наверное, в космическое пространство. Опять же, можно ли там находиться человеку долго? Это большой вопрос. Так, а вот сейчас покажу этот музей вид сверху, если посмотреть, как здесь все выглядит. Тоже двигатели, двигатели ракет, всякие другие. А он такой большой, этот музей оказался. Я думаю, он маленький, он прям огромный. Там еще до конца идти и идти. Ну, отлично. Это полностью копия станции Мир, да, космической? Снаружи, да, один в один, только снизу еще один модуль был вертикальный. Ну, а сами вот космонавты, они где жили, допустим? Ну, я понимаю, они везде ходили внутри мира. А вот этот отсек, он что делал? Этот модуль Кристалл, это модуль управления. Тут разные кнопки, пульт управления. Вот, как-то так. Ну, а это не место, где они спали, допустим? Это не этот? Нет, бытовой отсек он сейчас перекрыт. Он на реконструкции находится. А, понял. А это больше управление, что-то механизмы там следить, понял. Ладно, спасибо. Пожалуйста, до свидания. Так, а вот тут внутри, вот в этой части, ну, низковато. Она сама, вот эта станция Мир, она по размерам, я смотрю, очень такая, ну, маленькая. Мне там можно было находиться, но тесноватая. Еще различные, что это у нас, НПО, макет, макет, наверное, луноходы. А, марсоходы. Да. Серьезные деньги, кстати, вложены во все это. Если учитывать, что здесь мы, допустим, сейчас наблюдаем, это у нас просто макет, да? Но ведь этот макет копия оригинала, то есть и оригинальная станция такая, получается, в два раза, ну, или люди платят, скажем, два раза, делаю всю вот эту космическую станцию. Есть один макет на Земле, один в космосе. Также есть станция Мир. Это огромное финансовое вложение. Но, опять же, высота, еще раз повторюсь, даже МКС летает на высоте 430 километров там. Это что-то у нас виртуальный стол какой-то. А, игра просто. Ну, здесь игрушки. Тоже сверху спутники летают различные. Еще какие-то. Город непонятный. А, это получается макет. Вот, смотрите, спутники. Видите, как должны светить на жилой, допустим, микрорайон метеорологический спутник. Метеорологический. Они должны показывать именно изменения погоды. Но, может быть, они и управляют нашей погодой. Так, там какие-то очки можно посмотреть. Сам не знаю что. Но давайте зайдем в этот павильон. Проектор. Интересные проекторы сверху висят. Мощные. И здесь что-то показывают. Так, что это такое за лаборатория? Не могу понять пока. Покрышка. Формула-1. Может быть, здесь что-то связано с гонками. Мифы о космическом происхождении, сковородке и других вещей. Тут имеется в виду, наверное, павильон, где рассказывается, что многие современные технологии связаны как раз с космическими программами, разработками. Земля на картах. Вот это да. Вот такую Землю видели когда-нибудь? То есть, вот эта часть меня интересует очень сильно. То есть, Земля. Ну, понятное дело, скорее всего, здесь пытались вот форму шара каким-то образом разрезать и показать в развертке. То есть, мы по большому счету должны видеть вот такую вот Землю. Вы понимаете? Или вот интересный факт. Видите, даже здесь в музее космоса таким образом Земля предоставлена. А внизу другие проекции Земли. Вот, пожалуйста, эквидистантная цилиндрическая проекция синусоидная. То есть, видите, сердце. Я делал видеоролик об этом, что Земля может выглядеть абсолютно по-разному в разных проекциях. Да, форма Земли самой еще остается под большим вопросом. Даже для меня этот секрет мы продолжим разгадывать. Но спутников тут очень много. Вот спутник, пожалуйста, строгую солнечную панель. Спутник, который должен был полететь или летал РПЦ Прогресс. Так, идем дальше. Слева Михаил Фердорович Решетнев. Тоже множество спутников. И в центре Земля, вы посмотрите. Вот это меня очень интересует. Земля огромной формы, круглой. Но размер гигантский. Я только не могу понять, что это за Земля. То есть, это как сделано в форме шара. Вот я вижу, что она вот прям при нас перемещается. Это совсем отдельная конструкция. Робот стоит. Робот Федор на меня смотрит. Тот самый робот, которого мы неоднократно обсуждали с вами. Что он был на МКС. И вот Земля крутится. И она крутится на какой-то сфере. Вот это очень интересно мне. Смотрите. Здесь купол. Вверху звезда. Пятиконечный. То есть, по большому счету, вот смотрите. Это как бы такой определенный купол. Звезда. Это та самая полярная звезда. И здесь могут вращаться различные созвездия. И чуть ниже наша Земля. Но вот это мне прям место очень нравится. Робот Федор. Это тот самый робот, который был сконструирован в России. И он был на МКС. Он у меня там не решит пострелять или что-нибудь. Привет, Федор. Да, планеты не можно заметить на звездном небе. Но без специальных устройств они будут казаться. Так он следит за мной. Робот, Федор, ты мог бы со мной пообщаться? Он меня видит. Смотрите, на экране следит за моим лицом. Я слежу за ним, он следит за мной. Федор, ты летал на МКС? Мог бы мне ответить? А, на такие вопросы не отвечаешь. Просто смотришь, просто следишь, да? А руку можешь вытянуть вперед, робот Федор? Просто протяни руку мне вперед, поприветствуй немножко. Не получится никак поднять руку? Мозгов не хватит. Ну ладно. Хотя бы ты можешь видеть меня. Я смотрю, ты меня четко... А, голова дальше тоже не поворачивается. То есть до определенного угла. Получается, это как бы... Только отслеживается лицо на картинке и все. Но робот, если ты создан в мирных целях... Американский предприниматель, американский предприниматель и мультимиллионер итальянского происхождения. Вот это да. Он услышал какое-то слово от меня и начал свои идеи, гипотезу. Ну так страшно он следит, если честно. Вот мы отходим, он за нами, смотрите, прям головой так крутит, 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 прям страшно. Представляете, если такие машины выйдут из-под контроля, это же реальный Терминатор. Сейчас я... А он тут главный, вроде, ничего страшного. Ну пока головой, но я имею в виду, а вдруг... Нет, он может двигаться. А вдруг все будет как в книжке Филиппа Кадика. А может быть как в фильме Терминатор 2? Так по книжкам Филиппа Кадика все и снято. А, ну значит... В общем, вот таким образом. Вот человек молодой мне подошел, подсказал, что оказывается Терминатор 2 снят по книжкам Филиппа Кадика. Но это мы уточним. Вот он, робот Федор, вместе со мной, реально он существует. И вот его макета, не знаю, оригинал или какая-то уже десятая копия. Ну безумно интересно. Если считать, что средняя скорость моего автомобиля около 100 км в час, то понадобилось более 5 месяцев. Но пока такую поездку невозможно совершить на машине. Блин, я бы хотел до него дотронуться, но, наверное, не получится. Слишком большое расстояние, у меня рука не вытянется дотянуться. Но, опять же, вот он реально, робот Федор. Я, наверное, сейчас его сфотографирую. Потерял он из виду меня. Но мы сейчас перейдем дальше к земле. Ну-ка. Ох, какая мощная информация для меня. То есть, в принципе, и Гагарин на заднем фоне. И так смеется интересно. Ну, вроде бы с добротой, но и чуть-чуть так ехидно, я бы сказал. Ну, или с такой, с какой-то такой улыбкой, смотрящей насквозь, я бы сказал. Ну, ладно, Федор, пока тебе. Я понял, чем ты тут занимаешься, стоишь на охране. А вот это что такое за технология Парадокс Фермии? А, Парадокс Фермии. Это же такой Парадокс мощный. Блин, ну, видео мы не будем смотреть, но это очень интересная вещь. Потом я в интернете вам расскажу об этом. Различные здесь, видите. Ох, земля какая. Получается, вот как выглядит земля. Смотрите, даже вот устройство буквально всей земли. Нижняя часть, может быть, основанием, да? Она как бы вот так подрезана. И вот этот шарик, ну, чтобы он вращался, его достаточно поместить в воду или какое-то электромагнитное поле, нижнюю часть земли. И по большому счету так и может действовать именно наша земля, да? Ну, даже если она круглая, как здесь показано, условно в форме шара. Ну, прям меня вообще вся эта тема заинтересовала. Вот она светится. Мы буквально сейчас с вами осматриваем всю землю. Да, тут мысль такая глубокая. Понимаете, ну, формы мы не знаем. Но принцип вращения земли... Меня всегда удивляет один факт. Кто запустил первичное вращение земли? То есть, почему луна не вращается, а земля вращается? Почему так все происходит? Сейчас я попробую поднять камеру, чтобы купол вам снять. И вот землю, видите? Это условно полярная звезда. И вот здесь как раз вращается сама земля на таком огромном механизме. Я не думаю, что это сделано все просто так. Я вот сейчас стою прям с вами над этой вот... Или под этой полярной звездой, пятиконечной, вот там сверху. Мощно все это выглядит. И там что-то еще запущено. Какой-то спутник или ракета. Ну, феноменальные кадры, феноменальные картины. Опа, а здесь получается, что это центр управления космонавтами. То есть, можно представить, здесь сидят оперативный штаб, сотрудники. И на заднем фоне мы видим действительно космонавта. Сеанс связи с МКС. Я не знаю, в прямом эфире нет сейчас. Но он действительно есть. Вот с левой стороны два космонавта. Париж, Москва, Байконур. Все потихонечку собирают, наверное, к вечеру. Очень интересно. Карта Земли. Форма Земли. Найти спутник можно. То есть, буквально в прямом эфире можно поизучать информацию интерактивно. Гамановский переход. Опять все раскручивается вокруг и улетает на орбиты Марса, Луны и тому подобное. Так, ну интересно, интересно. Уже все, наверное, скоро будет закрываться. Но я, если честно, в реальном восторге. Вот эта конструкция Земли, вот эта форма, да? Вращающийся шар. На определенном основании. Меня прямо зацепила эта тема очень и очень сильно, друзья. Ну, можно представить, что все выглядит примерно таким образом и как бы в нашей жизни. Имеется в виду в реальном масштабе. Тут есть и в этом прямо глубокий смысл. Ведь, смотрите, кто конструировал эту модель, проектировал, можно было подвесить этот огромный шар, как-то удержать. Нет, придумали основание снизу для Земли. И, может быть, поэтому нас не пускают в Антарктиду. Вы подумайте. Получается под землей как раз кольцо Антарктиды. И это есть основание Земли, которое держит всю эту махину. Блин, интересно, безумно. Надо размышлять тоже над этой теорией. Так, уже все выключается. Я смотрю, люди расходятся. Но, друзья, думаю, вот эта тема нам очень понравилась. Ну, по крайней мере, мне. Я сейчас еще прогуляюсь по левой стороне. Думаю, эта часть видеоролика у нас будет закончена. Мы изучили форму Земли и, возможно, ее конструкцию. Что снизу Землю может что-то поддерживать и придавать ей вращение. Потому что просто так в пространстве, можно сказать, в ничто, закрутить Землю, это сложно. Это нужно ударить каким-то кием, как в бильярде. И шарик начнет крутиться. Другие шары не трогают, они просто зафиксированы. Это Луна, но там еще другие есть планеты, которые не вращаются. Но Землю кто-то запустил, кто-то ее закрутил. Соответственно, возможно, подобный механизм. На этом говорю вам до свидания. Мы скоро увидимся, друзья. Продолжайте смотреть видеоролик и смотреть следующую серию видео. Поехали. Пока и... Бум!